Брошенные автомобили, неубранный снег, незаконно установленные бетонные блоки. Все городские проблемы в сервисе Умный Саров РФ как на ладони и сразу виден статус в работе. Это значит, что проблему решают. С июня на Умный Саров поступило около тысячи жалоб. Удалось за этот год множество устранить в городе мелких проблем, до которых, может быть, и не дошли бы руки у людей в виде официального обращения. А так эти мелкие проблемы удалось зафиксировать и решить. Четкого юридического статуса у системы Умный Саров пока нет. Это значит, что отсутствие реакции на жалобу не может быть никак наказано. Но, как заверил Алексей Голубев, работа над созданием нормативной базы для умных сервисов активно ведется, в том числе и на уровне Минстроя. Мы должны эти регламенты и нормативную базу уточнять с тем, чтобы электронное распоряжение имело точно такую же силу, как бумажное распоряжение. И система ответственности должна быть принята ровно такой, за неисполнение, какая она существует для любого бумажного документа. В планах превратить сервис в незаменимый для горожан ресурс. Здесь можно будет найти практически любую необходимую информацию о жизни города, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, отследить ситуацию на дорогах и даже оплатить, например, детский сад или занятия в секции. В более далекой перспективе на Умном Сарове появятся личные кабинеты. Зарегистрировавшись в системе, каждый будет получать на электронную почту оперативную информацию о плановых отключениях воды и электричества.